Всем привет! Сегодня я вам расскажу про фудкорт в торговом центре Санья Минжу Шоппинг Молл. Подобные фудкорты существуют во всех крупных торговых центрах, будь то Китай, Россия или какая-либо другая страна. Это то место, где можно вполне бюджетно и качественно пообедать. Сегодня наша цель это дегустация китайской лапши. Я расскажу вам подробно и с комментариями. Все вы это сейчас увидите своими глазами. Я вам напомню, что это уже 12 тема, посвященная отдыху на Хайнане. Если вас интересует, то вы также можете посмотреть на моем канале следующие темы. Парк Олень повернул голову. Пляж Санья Бэй. Кафе 12 стульев. Автобусы Хайнане, инструкция по применению. Шведский стол за 69 юаней. Экзотические фрукты Хайнаня. Ссылки на эти и другие ролики вы найдете под этим видео на Ютубе. Также здесь вы найдете ссылку на группу ВКонтакте, где вы можете найти ответ на все ваши вопросы. Итак, поехали! Вот так этот торговый центр выглядит снутри. Какой у нас этаж? Раз, два, три, четыре, пять. Шестой этаж у нас вот. Мы находимся где-то на пятом или на шестом этаже супермаркета. Я не посмотрел, как он называется, но на видео вы можете посмотреть и прочитать сами его названия. Фудкорт на самом деле очень большой. Это вот одна часть. Там еще есть точно такая же другая часть, но там немножко другой декор. Тут что-то такое и рок, и гитары, и немецкий самолет в Первой мировой. Не знаю, как вам... Не знаю, как он сейчас заснимется. Идет засветка. А жаль, красиво. Дальше вот велосипед висит. Тут вот такие дизайнерские столики. Их ухры-мухры. Новогодние фонарики. Как и в любой местной китайской забегаловке, не очень чисто. Когда мы пришли, столиков свободных было мало. Поэтому пришлось немножко поработать, самим убрать уже использованную посуду. Со столика освободить столик, переставить его на другое место. По вечерам здесь, возможно, играет живая музыка. Но этот супермаркет находится далеко от туристических маршрутов. Мы случайно на него набрели, гуляя по городу, в кратая время перед самолетом. Там вот ходят полицейские, смотрят за порядком. Как и так. Сегодня мы будем дегустировать китайскую лапшу. Или суп лапшу. Как кому удобнее. Вот это ингредиенты для приготовления сия блюда. Их количество и ассортимент зависит от того, что вы заказали. Приготовление заключается в следующем. Варится лапша. Потом она заливается бульоном. И в нужных пропорциях и в нужном ассортименте засыпаются ингредиенты. Тут и орешки, и трава. Что-то мясное, что-то рыбное и прочие составляющие, которые не поддаются какой-либо идентификации. Обратите внимание на вот этот момент. Девушка подает и принимает деньги двумя руками. Это на Востоке считается элементом уважения. Поэтому, если вы кому-то будете подавать или принимать деньги двумя руками, то сделайте человеку приятное. И вам это будет ничего не стоить. Заняйте за большой. Давай. Давай сюда. Нормально. Сосе. Чего? Да, я не думаю, мне кажется, сидит только как эти люди. Как педушки на жердочке? Так что. Prozent педушки. Пойдем. 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 Салфетки у нас, кстати, есть Такой забавный автомат Для нас совсем диковинка Это автомат для выдачи палочек Палочку берете И следующая выскакивает Но поскольку в России Палочками не пользуются То и таких автоматов у нас нет Так, вот, зашли мы Купили два ступа Лапшу с различными ингредиентами Сейчас будем пробовать Так Подожди, даже не могу Не даром палки дали, наверное А, лапшу, наверное, есть, да? К двум ложечкам еще дали палочки Я думала, это это А это не по орехам, Миша Это арахис Арахис Да Забавно, блин Какие у тебя ингредиенты? Чем не знаю Остро, не остро, вкусно, невкусно Нет, не остро абсолютно Арахис в супе, конечно, это Это что-то Так, как истинные китайцы Мы достали рабочие инструменты А вот как мы имеем Смотримся будем, не знаю Сейчас, подожди У них вообще в правую руку берут палочкой, а в левую в эту И накладывают вот так Помойку О, смотри, получается будет Нет, немножко нет Так, попробуем Уже, получается, в рот ложку засунутся Это стопуханка Вилка туда-сюда, а ложка здесь вот такая Забавно, какая-то травка такая похожа А, петрушка Орешки, конечно Вполне Забавно Ну, если Оля сказала, что забавно и съедобно Значит, сто процентов есть можно Теперь Какие-то, смотри, какие-то белые рыбки, смотри Сейчас выловлю Ой, блин Сушеный этот Это суху со снитками А-а-а, с сушеными, блин Да, снитки, они и есть И вот это какая-то непонятная тут А-а-а, грибы нет или что-то тоже А, ладно, это сейчас Короче, у Ольги оказался суп с морским направлением По крайней мере, там оказались рыбки А вот это вообще, я не поняла, что это А как это сушеный, поймите А просто какая-то сушеная рыба Теперь я попробую свой суп Так, затою рабочий туалет Так Намешано всего Значит, то есть, то есть на изон Ореки Проросшие Проросшие зерна То ли куч funny Roth То ли чего-то Трава Вот здесь какие-то Лепесточки чего-то, какие-то чипсы из чего-то, ну наматывай давай. Что-то темное мясное, непонятно что. На ложку берет. Ну в целом намешано всего, не остро, но довольно вкусно. Хотелись зодики, мы ее получили. Миска. Одна миска стоит 10 юаней, другая 12 юаней. Не помню какая. Моя 12. А, вот Оля на 12 стоит, поряд 10. Но там факт, что порта настолько большая, что ее другому мужику хватит вполне. Ну ладно, будем есть. Я думаю купили здесь на подкорте, а напитки все приносят с собой. Сначала у меня как бы было сомнение, можно ли брать спиртные напитки и здесь распивать. Потом смотрю, рядом стоит бутылочка пива. Ну, и я достал такую уже, только в баночке. Ну и продаются здесь напитки также, здесь можно и купить их. Вот такая обстановка у нас здесь, на подкорте. Так, я со своей порцией расправился. Вот у Ольги немножко осталось, но она по-моему уже наелась. Ты будешь еще? На. Лапшишки скину. Сзади за нами сел полицейский и присматривает за нами, вернее, наблюдает. Таких дурачков он еще не видел, наверное, в жизни. Вот. Мы за ними наблюдаем, думаем, какие эти смешные китайцы. А китайцы смотрят за нами и думают, какие эти смешные русские. Но они думают про нас, что мы русские, потому что кроме русских, ну так, условно, русскоговорящих, никаких американцев, европейцев тут нет. Поэтому тут русские, в широком смысле этого слова, и китайцы. Вот результаты нашего труда. Мы сыты. Идем дальше. Вот там за столбом напитки. Ну это, наверное, свежевыжатые соки. Отсюда вирус по 13 юаней. Сейчас пойдем еще их попробуем. Вот какие здесь сцены. Да, вскрывает пакет молока. Но, очевидно, это кокосовое молоко. Добавляют какие-то сиропы. Все, процесс пошел. Ту-хо-хо-хо! Ту-хо-хо-хо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот и всё. Я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Пока.